Те, которые были не обеспечены заработной платой, да? Не дали. Ну, между прочим, Лазон рассчитал сейчас по старым долгам заработной платы. Где-то полгода назад мы выпустили 4-7 миллионов рублей по старым долгам заработной платы. На сегодняшний момент мы будем восстанавливать. Постанавливать? Постанавливаем уже. У нас есть контракт. Ну, хорошо. Вот этот долг, наверное, у нас прошло далее. Как скоро, как быстро? Первое. Нужно посмотреть, что самое горячее у электротранса, какая потребность есть, и что есть у нас, что мы можем от плацкочков получить в ключащую сумму. Так, наверное, первую машину загружаем и отправляем ее в этом месте. Так, чтобы мы имели позитивную ноту начала нашей заработки. Грузите все, что там плацкочки. Грузите все, что там плацкочки. Грузите все, что там плацкочки. Грузите все, как утрам, к сему. Да, прон к сему даже. Даже секунки. Седушки. Вы на него поговорили. О какой машине речите? О какой? Сколько тонн? О какой именно его? Друзку. Мне кажется, вы другой габарит машины берете. Там длинную фуру. Грузите сколько вы можете. И отправляйте к нам. Посмотрите на ваши плотворения. Как вот скоро это мы увидим? Что нам говорит, иди сказать, вот все, вот пожалуйста. Вы плачете. Верную машину мы можем согласовать поставку в этом месте. В этом месте? Да. Что касается финансовых схем взаимодействия, то мы работаем не за долей своего компании. По крайней мере текущие компании, с которыми мы работаем, Укргазбанк не включают. Но вполне и Укргазбанк может там участвовать. Укргазбанк готов, да? На который вы смотрите аккредитацию. Ну давайте. Вы нам отручаете машину. Укргазбанк с вами рассматривает взаимодействие по... На Даня. А дальше любому уже по ходу смотреть дальше. Давайте так договоримся. Да, отлично. Для нас важно понимание, что мы имеем какое-то взаимодействие. Потому что мы со своей стороны на сегодняшний момент работаем с частными компаниями. Мы работаем с каналах структурных продуктов. На сегодняшний момент, да, вот, ДДЭКом работаем. Именно больше частных структур, чем государственных. Нам интересно большее количество, там, нанимать большее количество людей и создавать рабочие места. Нам интересно выигрывать производительные проекты. Нам, конечно, интересно, чтобы города брали там не в Гелоруссии автобусы, да, и не в Гелорусский банк там все это финансировали. А интересно, чтобы это было... Я понял вас. Мы тоже взаимности и тоже на этих условиях готовы. Смотрите, я хочу сейчас ожидать такое предложение коммерческое, своей стороны, где можно конкретно подойти к решению этого вопроса. Я думаю, что у меня коллеги депутаты поддержки. Вот у нас есть такая... Я не буду сказать, я не считаю их плохо, но, примените, плохое слово. Депутат этого округа вышел. Есть такая проектная, что ли, уже согласованность, да, и разработка идет. По поводу линии на троллейбусной, на МЭВе. 32 миллиона за пик. 32 миллиона. Вот, пожалуйста, подойдите, убедите нашего господина мэра в том, что вы даете троллейбус, который имеет 10 тысяч пробега без... На аккумуляторах, да? И что дальше? И что дальше? Нет, запас хода, давайте чуть-чуть проверим. Запас хода более 10 километров. И что надо убедить, в чем? В том, чтобы не строить строение, эти деньги использовать для того же... Для того же лизинга и решать... Речь о том, что за те же самые 3 миллионы можно получить и транспорт на МЭВ, и одновременно получить новый транспорт. У нас есть опыт производства троллейбусов с автономным ходом более тысячи рублей на сегодняшний день. Игорь Игоревич, Игорь Игоревич, идеолог этого проекта, идеолог, я не буду давать удовольствие по-другому, господин Цинкевич, мэр нашего города, подойдите к нему вместе с... Для человека в плане транспорта, вместе с представителями УКГАЗ-банка, и проговорите этот вопрос. Боже, мы поддерживаем этот вопрос. В любом случае. Я за то, чтобы эти 32 миллиона... Они будут финансировать. Они будут финансировать. А они сразу с чемоданом приходят. Они сразу с чемоданом приходят и говорят, вот, мы пошли. То есть, мы первую машину с запчастями, вы первую машину с запчастями, правильно? И поехали. Можно без запчастей. Можно купить машину с двигателями. А по каким технологиям у вас идет этот самый троллейбус? Вы добавили, что технологии на Mercedes задействованы, да? Да. Мы брали... Низкопольные... Низкопольные, когда-то кузов мы создали. У нас он практически на тонну меньше даже, чем базовские машины. Потому что мы создавали кузов. Мы его управляем только в тех местах, компьютерных, где необходимо по расчетам. Для того, чтобы кузов был крепкий. Для аварии и всего остального. В принципе, опыт... Судостроители и автобусы. Да, судостроители и автобусы. Это вот... Этициативированные со всеми GPS-трекерами. Плюс у нас есть контракт с частью, например, автобусов, которые мы тоже хотим предложить. У нас есть контракт с Маном. Контракта с Маном нет ни у Манза, ни у единой украинской компании. Ман – это компания, которая выбирает эту схему на... Она выбирает партнеров, схема... Не, ну, смотрите, ну, вы слышали, да, то, что я говорю? Есть вариант. Попробуйте его... Убедить, если вы не на мэр, о том, что это лучше, чем то, что строит линию. Поставить нормальный торребус, который будет... Делать это кольцо, а не тратить лишний день. Вот, мы обсуждали, что просто не было... Убедить торребус, и все равно торребус не будет... Убедить торребус, и все равно торребус не будет...